27 лет назад в этот день произошло событие, которое стало ключевым в истории современного Узбекистана. Он принял свою конституцию. Здравствуйте! Много пережито за это время. Процесс создания совершенно нового государства не оказался простым. Но каждый раз именно основной закон был навигатором принятия решений. Желание сделать жизнь лучше. Ведь в своей сути он гарантия равенства, приверженности гуманизму, общечеловеческим ценностям. И сама история каждый раз доказывала, насколько важно соблюдать приоритет закона. Сегодня эта аксиома звучит особенно актуально. Все-таки в веке нынешнем логично общее желание жить наконец-то в стабильном и прогрессивном мире. Именно стремлением к прогрессу и объективным взглядом на реальность мотивирован сегодня каждый шаг Узбекистана. О чем говорит и хроника событий этой недели. 2 декабря президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев провел совещание. Вопросом ускорения реформ в приоритетных направлениях, определение и обеспечение реализации целевых параметров на 2020 год. На совещании указаны допускаемые в различных сферах недостатки. Деятельность соответствующих руководителей подвернута резкой критике. Глава государства подробно остановился на проблемах, связанных с учетом природного газа, в сферах строительства, транспорта, финансовой, налоговой системах, цифровой экономике, противодействия коррупции и других направлениях. Также руководителям отраслей указано на необходимость уделять основное внимание и эффективность инвестиций. Глава государства поручил внедрить систему контроля за обеспечением безусловного исполнения реформ. По обсужденным вопросом заслушана информация руководителей рабочих групп. 7 декабря состоялось торжественное собрание в честь 27-й годовщины принятия Конституции Республики Узбекистан. На нем выступил с речью президент Шавкат Мерзиёев и поздравил наш народ с этим светлым праздником. Глава государства особо отметил, что обеспечение верховенства Конституции и законов является важнейшим критерием построения правового демократического государства. Это строгое и безусловное соответствие Конституции и законам страны, принимаемых органами государственной власти и управления актов, действий должностных лиц всех уровней. В честь праздника состоялся красочный концерт. 2 декабря глава государства подписал постановление о дополнительных мерах по совершенствованию системы теплоснабжения и финансовому оздоровлению предприятий теплоснабжения. С отопительного сезона 2020-2021 годов расчеты с потребителями за услуги централизованного теплоснабжения переводятся на систему оплаты в расчёте за один квадратный метр отапливаемой площади на один день отопительного периода. Предусматривается поэтапное внедрение механизмов покрытия себестоимости услуг за счёт снижения производственных затрат и сокращения потерь. 4 декабря глава государства подписал указ о мерах по поднятию на совершенно новый этап развития футбола в Узбекистане. Определены меры по обеспечению его массовости, включение национальной сборной в топ-50 рейтинга лучших национальных сборных FIFA по этапному увеличению частных футбольных школ, организации и проведения в Узбекистане чемпионатов и официальных международных турниров, входящих в классификацию FIFA и АФК. Указаны меры по подготовке специалистов по футболу. 6 декабря президент Шавкат Мерзиёев подписал указ о помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаившихся в содеянном и твёрдо вставших на путь исправления. Из учреждения по исполнению наказания освобождено 71 лицо. Ответственным министерствам и ведомствам поручено оказать содействие помилованным лицам и социальной адаптации, привлечении к полезному труду, занятии достойного места в обществе. В этот же день глава нашего государства направил поздравления работникам сельского хозяйства Узбекистана. Руководитель страны выразил искреннюю благодарность и признательность всем сельчанам за благородный и добросовестный труд. Подчёркнуто, что закалённые в непростых жизненных испытаниях стойкие и самоотверженные фермеры, все работники сельского хозяйства, направят весь свой потенциал на выполнение чрезвычайно ответственных задач, повышение благосостояния народа, обеспечение продовольственной безопасности страны. КОНСТИТУЦИИ Достижения, изменения, реформы, шаги и успехи страны в основе динамики сегодняшнего Узбекистана, о котором заговорил мир Узбекистана, что полон инициатив и стремлений. Так вот, в основе лежит Конституция. Основной закон – прочный базис для движения вперёд. Особенно это чувствуется сейчас, когда новое дыхание получает реформы, когда определена чёткая дорожная карта развития, та самая стратегия действий, что опирается на конституционные принципы, что сыграло и продолжает играть неоценимую роль в развитии страны, в инновационном прогрессе, где в приоритете интересы человека. Основной закон, продуманный до запятой, он твёрдо закрепил гарантии национальной независимости, о которой долгие годы мечтал наш народ. Гарантия права, свободы человека, избранный путь развития. Принятые в первые годы независимости нашей страны в нём нашли своё отражение созвучной воле и стремлением нашего народа принципы обеспечения прав и интересов человека, государственное устройство. И мы вправе гордиться. Важные слова, вчерашняя речь руководителя страны буквально разлетелась на цитаты. Вот ещё. Только та страна, конституция которой созвучна воле, надеждам и устремлением народа, будет идти вперёд к достижению намеченных рубежей. Знать закон, понимать принципы, свои конституционные права должны все. И строить работу в заботе о людях. И стараться воплотить высокие цели в реальность. И работать на благо. Это уже руководитель страны обратился к должностным лицам всех уровней. И в достижении верховенства закона, подчеркнул он, нет более эффективного инструмента, чем общественный контроль. Да, в этом смысле наша общественность, как говорится, проснулась. Прямое мнение, люди сами оценивают действия должностных лиц, а также учатся свободно выражать свои взгляды. Глава государства подчеркнул, что общественный контроль – это не только инструмент надзора над деятельностью государственных органов, но и один из важных факторов развития гражданского общества. Поэтому ответственным ведомствам поручено отладить систему общественного контроля до максимальной эффективности. За три года выполнена большая, огромная работа. То, что мы, как сенаторы, были в отдельных районах, областях нашей республики, встречались с людьми, с ними разговаривали, видели своими глазами. Дороги улучшаются, обеспечение водой, газом улучшаются, жилищно-бытовые условия наших сел, шлаков. Это является примером внимания нашего государства. Президент нам дал поручение, чтобы мы усилили парламентский контроль, сенатистический контроль. Запросы мы даем, чтобы улучшить благосостояние нашего народа. И вот еще об открытости. За последние три года реформы, обеспечивающие свободу слова, внесли кардинальные изменения в жизнь нашего общества. Представители независимых СМИ открыто указывают на острые социальные проблемы, способствуют тому, чтобы должностные лица вели свою работу в соответствии с законом. В каждом госоргане функционируют пресс-службы, оперативно сообщающие о деятельности, успехах и недостатках. Растет партнерство со СМИ, что говорит об укрепляющемся демократическом обществе. Наряду с традиционными масс-медиа, все большую роль в формировании общественного мнения играют интернет, социальные сети и блогеры. Ну и если проводить параллели, то понятно, что и у общественного контроля, и у средств массовой информации единая цель, чтобы жизнь нашего народа стала лучше. Затронул глава государства в своей речи многие успехи и проблемные вопросы, актуальные задачи и приоритеты для роста, особенно в социальном плане. С огромным воодушевлением, вдохновением слушали нашего президента и для себя делали выводы, какие стоят перед нами задачи. Это очень налагает огромную ответственность, в то же время чувство гордости за нашу страну, что мы имеем такие результаты за сравнительно небольшой срок. Последние три года чувствуется мощный рывок нашей страны. Внимательно слушая выступление президента, невольно задумываешься, сколько много сделано, скольким людям оказана социальная помощь, выдана квартира неимущим, об инвалидах позаботились. Из речи уже видно, что мы завтра должны делать, с чего начинать утро. До того это все доступно, было сказано, определены очень большие задачи, и теперь только нам нужно, засучив рукава, приниматься каждому за свое дело. Каждый на своем месте так работать должен, чтобы быть достойным звания гражданина Кистана. Эффективность формирования правосознания в обществе – отдельный вопрос, на котором руководитель остановился особо. Фактор прозвучал напрямую связан с качеством образования. В этой связи на всех его этапах глава государства предложил внедрить новую научно обоснованную программу по развитию правовой культуры. А еще создать для общеобразовательных школ такие учебники, как «Азбука Конституции», «Уроки Конституции», «Основы Конституции». В выступлении нашего президента, уважаемого Чакат Марамановича, большое внимание уделяет молодежи. Его дальнейшей судьбы, дальнейшего образования нам поручено создать дорожные карты. По дорожной карте мы должны непосредственно работать со школьной скамьи. То есть молодежь должна расти уже с малых лет достойными людьми для нашей республики. Здесь важное значение имеет работа самих преподавателей над собой. Что сейчас принимаются новые законы, новые инновационные решения. Каждый день преподаватели должны работать над собой, изучать эти законы. И, конечно же, принять все необходимые меры для того, чтобы наши ученики и наши студенты овладели всеми современными знаниями в области права. И внесли свою лепту в великое дело построения демократического правового государства. Доклад был очень глубоким, был большой анализ и в то же время очень большие задачи поставлены перед нами. Это пропаганда правовых знаний, особенно среди молодежи. Это правовое воспитание с самого детства, дошкольное образование, школьное. И то, что сказано было, что именно кто дает образование, должен быть сам таким высокообразованным. Как сказал руководитель, нам нужны кадры, которые будут конкурентно способны, будут мыслить по-другому, по-новому, которые дадут новое дыхание для нашей республики. В этой связи президент наш сказал о президентских школах, о том, какая молодежь там, какие у них глаза, как они светятся, о том, что те люди, которые преподают в этих школах за рубежа, они просто удивляются, какой у нас потенциал, какая у нас молодежь, какие у нас дети талантливые, и что это действительно будущее нашей республики. Диалог с людьми, решение их наболевших проблем, поддержка тех, кто нуждается. Последние годы это приоритет. Критерии работы государства, правительства, руководителей всех уровней. Вот и факты. Более чем по 510 тысячам и свыше 880 тысяч обращений граждан, поступивших в текущем году в народные приемные, были приняты положительные решения. В этой связи президент еще раз напомнил всем. Наш основной долг, сказал он, создать для нашего народа, оказавшего нам доверие, избравшего нас руководителями, достойные условия жизни. Я был очень впечатлен речью президента Шавката Мирзиева. Его посыл был чрезвычайно прозрачен. Принимать законы – это не все. Они должны исполняться. И такой дух, такое стремление подхватывается гражданам Узбекистана. Реформы повсеместны. Мы поддерживаем эти начинания. Глава вашего государства также открыто отметил существующие до сих пор проблемы. Мы видим, что он делает все для людей, для развития своей страны. Многие вопросы были подняты. Я очень-очень впечатлен выступлением. Да, акценты на принципе социальной справедливости очень явные. За последние годы было принято 8 указов о помиловании лиц, совершивших преступление. Благодаря этому из мест исполнения наказания освобождены свыше 4000 человек. Накануне дня Конституции глава государства подписал еще один указ, в соответствии с которым помилованы 92 отбывающих наказания лица, чистосердечно раскаившихся садейным и твердо вставших на путь исправления. Теперь они смогут вернуться к семье, к родным, к нормальной жизни, сказал глава государства. Еще один пример проявления гуманной политики – это закрытие в текущем году колонии по исполнению наказания в поселке Джаслык. То, чего ждали давно. То, что было особо отмечено международным сообществом. Я была очень впечатлена речью президента Узбекистана. Он подчеркнул важность совершенствования законодательства и обеспечения прав человека. Защита прав человека, как отметил глава вашего государства, чрезвычайно важна для успеха начатых масштабных реформ в Узбекистане. Он также остановился на вопросе свободы слова и независимости средств массовой информации. Рассказал об успехах в этом отношении, а также по многим другим направлениям за последние годы. И это очень важно. Организация Объединенных Наций считает, что именно такие достижения являются определяющими факторами, основой для дальнейшего устойчивого развития и эффективности прогрессивных реформ, которые ведутся в Узбекистане. В нынешнем году успешно проведены гуманитарные акции Михар-1 и Михар-2. В ходе которых из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и Афганистане возвращен 2601 наш гражданин. В основном это женщины и дети. Им оказана необходимая медицинская и материальная помощь. Созданы условия для возвращения к мирной жизни, адаптации к обществу, участия в образовательных и социальных программах, поиска жилья и работы. Говоря об обеспечении прав человека, руководитель страны отметил, что за последние три года гражданства Республики Узбекистан получили 9692 наших соотечественников, в том числе в нынешнем году 5868. Все эти другие озвученные рубежи – это практическое отражение, проводимое государством работы по защите прав и свобод человека. С огромным вниманием и интересом я слушал выступления его превосходительства президента Шавката Мерзиёева. В ней нашли отражение итоги реализации масштабных программ развития, получившие старт в последние годы, реформы, преобразования, затронувшие все сферы жизни Узбекистана. Действительно, за эти три года ваша сторона под руководством президента Шавката Мерзиёева изменилась, она расцвела. Это заметно всем. Я хочу поздравить весь народ Узбекистана с такими достижениями, с Днём Конституции. Правоохранительные органы должны стать ведомствами, действующими только в интересах народа. В прошлые годы законодательно было закреплено требование об обязательной видеозаписи таких процессуальных действий, как обыск, проверка полученных показаний на месте происшествия, следственный эксперимент. Руководитель страны поделился, что в ходе диалога с народом граждане предложили также распространить подобную практику и на другие случаи, при которых существует опасность нарушения прав. К примеру, задержание лица, разъяснение ему процессуальных прав, отказ от предоставляемой защиты. Стоит отметить, что усилия, предпринятые за последние три года, дали свои результаты. Это признаёт международное сообщество. Президент Узбекистана ярко и точно подчеркнул достижения вашей страны за последние три года. Как многое изменилось. Я был поражён, насколько глава вашего государства заглядывает в будущее, насколько продуманно подходит к тем задачам, которые ещё впереди. И это очень важно. Многое прозвучало о свободе слова, о независимости медиа, о создании условий для повышения роли женщин. Это важно. Важно и то, что в Узбекистане особая роль в развитии страны отводится парламенту. Предстоящие выборы — это особое событие, в котором мы уверены, примут участие большинство граждан. Задачей обеспечения подлинной независимости судов президент в своей речи уделил особое внимание. Звучало, чтобы поднять работу по обеспечению прав человека на новый уровень. Для этого продолжит совершенствоваться институт адвокатуры. Серьёзное внимание уделяется у нас также обеспечению равенства прав женщин и мужчин. Роль женщины в жизни государства и общества растёт. Руководитель государства в своей речи особо отметил, что вопросы поддержки женщин, охрана материнства и детства будут основным направлением в будущем. Для этого у нас есть очень хорошие основы. Два закона, которые были приняты. Закон о гендерном равенстве, закон о предотвращении насилия против женщин. И на сегодняшний день в каждом районе, в каждой махале идёт интенсивная пропаганда этих двух законов. И руководитель государства сегодня об этом тоже сказал. Если общество будет знать, какие у нас законы есть, то общество будет непосредственно участвовать в исполнении. За прошедшие годы проделана большая работа по устранению излишних ограничений для предпринимателей, незаконного вмешательства государственных органов в их деятельность. В частности, привёл премьер-президент, кардинально реформирована практика предоставления земельных участков, которая прежде способствовала коррупции. Теперь этот процесс будет осуществляться посредством электронной системы. То есть прозрачно. Ну и конечно, руководитель страны затронул предстоящее общественно-политическое событие. 22 декабря этого года состоятся выборы в Али Маджлис Республики Узбекистан и кингяши народных депутатов. Избирательная кампания проходит под девизом «Новый Узбекистан – новые выборы». В участие в выборах примут пять политических партий. Будут избраны 150 депутатов в законодательной палаты Али Маджлиса Республики Узбекистан, а также 831 депутат областных кингяшей Джукар-Гикенеса и 5738 депутатов районных и городских кингяшей народных депутатов. Всего по Узбекистану свою деятельность начнут 6719 депутатов. Вновь избранный парламент на пять лет определит во многом будущее нашей страны. Какие законы будут приниматься, как они будут исполняться. В статье второй Конституции сказано «Государство служит интересам народа». И президент особо подчеркнул ответственность руководителей всех уровней за реализацию тех реформ, тех задач, которые перед нами поставлены. Говоря о проведенной подготовке, президент отметил, что за короткий период были систематизированы нормы 21 закона о выборах и впервые в истории Узбекистана принят единый избирательный кодекс. Для голосования граждан на выборах нынешнего года на местах образовано 6720 округов и 10253 избирательных участка. Расширены права граждан избирать и быть избранными. Исключены многие ранее действовавшие ограничения. Ожидается, что в избирательном процессе примут участие наблюдатели от десятков международных организаций, в том числе полномасштабная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также более 600 наблюдателей от 40 зарубежных государств. Наш народ, электорат, хочет, чтобы депутатами стали люди, хорошо знающие социальные проблемы и пути их решения, обладающие глубокими знаниями и опытом, проявляющие инициативность при принятии законов и постановлений, направленных на углубление реформ. В этой связи, сказал глава государства, новый парламент, который будет избран на многопартийной основе, должен состоять из депутатов, способных эффективно остаивать интересы своего народа и Родины. Все в преддверии очень значимого события в жизни страны, потому что выборы, они определяют нашу дальнейшую жизнь, поэтому мы никак не можем оставаться в стороне. Выборы будут проходить в новом формате, то есть очень много изменений в порядке прохождения выборов, в порядке голосования. Все граждане Узбекистана с очень большим удовлетворением, с таким позитивом отмечают все преобразования, поддерживают все преобразования президента. Вот буквально две недели назад была принята концепция о развитии межнациональных отношений и обществ дружбы. Мы получили большую возможность для развития своих центров, и это придает силы для дальнейшей работы. Демократические реформы в Узбекистане приобрели необратимый характер, сказал заключение глава государства. Мы поставили перед собой высокие цели, и никто не свернет нас с избранного пути. Это требование времени, самой жизни. Это воля нашего многонационального, трудолюбивого, мужественного и благородного народа. Мы не только продолжим политику, отражающую его коренные интересы, благие чаяния и устремления, сказал Шавкат Мерзиёев, но и выведем ее на новый, более высокий уровень. Мы сделаем все для того, чтобы быть достойными доверия нашего народа, продолжил президент. И вместе со всем нашим народом, всей страной, при поддержке мирового сообщества, обязательно достигнем намеченных высоких целей. Сельское хозяйство – это самое древнее, базовое отрасль экономики, которое никогда не утратит своего значения, вносящие огромный вклад в развитие этой важной сферы умелые дыхания фермеры, опытные животноводы и шелководы, искусные водники и ирригаторы, настоящие мастера своего дела, махинизаторы и агрономы, инициативные ученые и специалисты – все они являются представителями самой благородной профессии в мире. Шавкат Мерзиёев, президент Республики Узбекистан. Аграрный сектор. В последние годы он демонстрирует высокий потенциал развития, кардинально меняются подходы. Ставка делается на самое передовое в мире, дабы наиболее полно задействовать все имеющиеся возможности, которыми располагает сфера. Они, как показывает сама жизнь, очень широкие. Им вполне могут позавидовать многие страны мира. Удачное сочетание уникальных природно-климатических условий, накопленный немалый опыт в дыханстве, трудолюбии народа, а главное – большое внимание на самом высоком уровне. Всесторонняя поддержка и сильная мотивация делает этот процесс эффективным и многообещающим. Обновляющийся Узбекистан. Перемены во всем, и они ускоряют процесс развития каждой сферы, в том числе и сельского хозяйства. Дальновидная политика руководителя страны направлена на ее глубокую модернизацию, диверсификацию. Данные инициативы в основе темпов роста, которых демонстрирует в последние годы аграрный сектор. Важным историческим событием стало празднование по инициативе президента Шавката Мерзиёева во 2-е воскресенье декабря – Дня работников сельского хозяйства. Третий год эта дата отмечается широко и на высоком уровне. Накануне праздника глава государства направил поздравление работникам сферы, в котором, в частности, говорится, что носящие огромный вклад в развитие этой важной сферы, умелые дыхания и фермеры, опытные животноводы и шелководы, искусственные водники и ирригаторы, настоящие мастера своего дела, механизаторы и агрономы, инициативные ученые и специалисты – все они являются представителями самой благородной профессии в мире. И сегодня в стране свыше 11 тысяч фермерских хозяйств возглавляют молодые специалисты в возрасте до 30 лет. 5600 фермерскими хозяйствами руководят женщины. Это без преувеличения наше огромное богатство – настоящий золотой фонд в сфере сельского хозяйства. Приняты десятки важных документов, расширяющих возможности комплексного развития и либерализации. В корне изменился подход к повышению экспортного потенциала. Он вышел на более качественный уровень. Ибо само время, когда во всем мире увеличивается спрос на сельхозпродукцию, диктует необходимость внедрения в практику передовых технологий, инноваций, рыночных механизмов, увеличения объемов инвестиций в сферу. Указ президента об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы от 23 октября этого года открыл совершенно новые перспективы в этом плане. То есть в последующие 10 лет сфера станет настоящим драйвером экономики. По словам экспертов, таким образом можно решить и многие социальные проблемы на селе. Это своего рода отправная точка для достижения новых высоких целей. В частности, в 2019 году от производства сельхозпродукции получено 217 трлн 700 млрд суммы прибыли, что на 12% больше по сравнению с 2018. Несмотря на экологические проблемы в регионе, рождающие определенные трудности, труженики в нынешнем сезоне произвели 7 130 000 тонн зерна, 2 845 000 тонн хлопка сырца, 19 600 тонн коконов шелкопряда, 21 000 000 тонн плодов и овощей, 400 000 тонн риса, 2 600 000 тонн мяса и 11 000 000 тонн молочной продукции, свыше 8 млрд штук яиц. Президент очень хорошо знаком с деятельностью фермеров, потому реформы в сельском хозяйстве дали свои положительные результаты. Мы как никогда чувствуем всестороннюю поддержку главы государства, который инициировал кластерную систему. Она оправдала себя на практике и дает высокие результаты. Поощряются и создаются все условия для развития плодовощеводства. Воодушевляет и сам праздник, День работников сельского хозяйства. Это придает еще больше сил и энергии. Все больше акцент делается на рыночные механизмы. В три раза повысились закупочные цены на хлопок и зерно, что повысило заинтересованность Дыхкан в конечном результате труда, увеличивая их доходы. Кроме этого, впервые в истории Узбекистана фермеры получили право самостоятельно распоряжаться своими средствами. И еще одна немаловажная новость связана с внедрением в практику системы поощрения повышения урожайности в зерноводстве. Благодаря чему в Андижанской, Ферганской, Кашкадаринской, Ташкентской и Хорезмской областях средняя урожайность гектара составила 65-67 центров. А также в сезоне нынешнего года в распоряжении Дыхкан и фермеров осталось 3 миллиона 800 тысяч тонн зерна. Показатели же прибыли растут в арифметической прогрессии. Нас воодушевило поздравление президента. Мы организовали семеноводческий кластер. Сегодня фермерские хозяйства становятся многофункциональными. Мы завезли из Китая и установили оборудование последнего поколения по переработке хлопка и зерна, обеспечивающий качественный семенной материал. Есть возможность и экспорта продукции. В этом году создано еще 37 новых рабочих мест. Организация кластерной системы в корне поменяла отношение тружеников к земле, труду. Цепочка, охватывающая весь процесс от выращивания агрокультур вплоть до переработки и реализации. И каждое звено повышает заинтересованность. 73% выращенного в нынешнем сезоне хлопка сырца приходится именно на кластеры. Достигнутые высокие результаты в Каркал-Пакстане, Ферганской, Андижанской, Харизмской, Наманганской, Ташкентской, Бухарской областях еще раз свидетельствуют об эффективности такого подхода. Потому, начиная с будущего года, данная агрокультура на все 100% будет выращиваться именно на кластерной основе. По сведениям, в 2020-2021 годах при участии хлопково-текстильных кластеров в стране будут реализованы такие проекты на 4,8 триллионов сумм. Тем самым будет создано почти 20 тысяч новых рабочих мест. В частности, число таких кластеров в 2020 году в зерноводстве составит 143, в семеноводстве – 33. На полученную прибыль в зерноводстве мы приобрели новенький трактор «Беларусь». Подсчитываем доходы и в хлопководстве. Они составляют около 1 миллиарда сумм. Хотим закупить на эти средства зерноуборочный комбайн. И все это становится реальным благодаря созданным руководителям нашей страны широким возможностям. Отдельное внимание развитию кооперации в плоду овощеводстве. В начале восьми районах четырех областей было организовано 41 сельскохозяйственное объединение. В настоящее время их число достигло 66. Оправдавшая себя инициатива главы государства дает возможность освоения новых рынков сбыта для экспорта продукции. В частности, в этом году зарубежным потребителям отправлено полтора миллиона тонн плоду овощной продукции на 1 миллиард 300 миллионов долларов. В 2020 году планируется повысить этот показатель до 2,5 миллиардов долларов. В ближайшие три года экспорт плодов и овощей принесет 5 миллиардов долларов прибыли. Для чего широко применяется передовой опыт Испании, Нидерландов, Кольши, Турции, Китая, Южной Кореи, Вьетнама и Индонезии. Из-за каждой цифры и условия для дальнейшего роста благосостояния народа. В последние три года ощутимо усилилось внимание аграрному сектору. Забота президента чувствуется во всем. Улучшена работа по семеноводству. Повысились закупочные цены на хлопок сырец и зерно. Наше фермерское хозяйство реализует изюм всем стран мира. В качестве повторного сева выращиваем бобовые культуры, которые также экспортируются. В прошлом году от экспорта получили 400 тысяч долларов прибыли. В этом году этот показатель был превышен. Расширяем виноградные плантации за счет освоения багарных земель. Хотим довести объем экспорта до 1 миллиона долларов. Важным моментом является переработка плодов и овощей. К примеру, в 2019 году для строительства 180 логистических центров по переработке и хранению продукции привлекли 1 триллион 37 миллиардов сумм инвестиций. В итоге переработано 3,5 миллиона тонн продукции и экспортировано ее на 350 миллионов долларов. Ведется широкомасштабная работа выращивания гранат и винограда. Проводятся различные мероприятия. По словам экспертов, природно-климатические условия страны просто уникальны и имеют стратегическое значение в этом плане. Страна, по мнению международной финансовой корпорации, располагает возможностями выйти в лидеры в Азии по выращиванию и экспорту плодовочной продукции, отличающейся высокими вкусовыми качествами. Зарубежные инвестиции в сферу увеличились в 4,4 раза. Комплексные меры принимаются и для развития животноводства. В частности, в короткие сроки организованы более тысячи животноводческих комплексов. В этом году реализованы 600 проектов на 1,2 триллиона сумм. Ахангаранский район, столичные области, Тахтакупырский, Кунградский, Базатауский и Муинакские районы Караклапакстана специализируются в этом направлении. По подсчетам, новшества в отрасли дали возможность повысить объемы производства мяса на 25%, а молока на 17%. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 9%. В шелководстве, которое также имеет важное значение в развитии сферы, за последние три года принято 6 важных документов. Коконы шелкопряды выращиваются на основе совершенно новой системы. В итоге в этом году шелководы получили не 2 и не 3, а 4 урожая. Число предприятий по переработке ценного промышленного сырья увеличилось в последние три года в три раза. Их обеспеченность сырьем в 5,5 раза, а экспорт готовой продукции почти в три раза. Открыт Асакинский грензавод, и мы вышли с инициативы полностью покрыть с 2021 года внутренние потребности на качественные семена и исключить их импорт из-за рубежа. Да, последние три года стали периодом больших перемен в сельском хозяйстве. В основе же такого обновления перспективные проекты, направленные на наиболее полное раскрытие солидного потенциала сферы. Я верю, что эти учебные заведения воспитают новых харизми, фергани, беруни, улукбеков, способных взять в свои руки завтрашнюю судьбу нашего родного Узбекистана, победить в острой борьбе и конкуренции в условиях глобализации. Шавкат Мирзиёев, президент Республики Узбекистан. Крепкие знания в основе всего. Это надежный и мощный двигатель прогресса, стержень вокруг которого выстраивается все, что нас окружает, что связано с нашей благополучной жизнью, развитием государства. Данный вопрос всегда под пристальным вниманием руководителя страны и постоянно подкрепляется новыми инициативами. Одна из них связана с внедрением уникальной в своем роде системы получения знаний, созданием на местах президентских школ. Каждый раз, вновь возвращаясь к этой теме, мы открываем все новые грани модели, которая, по словам специалистов, должна обеспечить прорывной эффект в сфере образования. Более подробно в комментарии Сергея Алибаева. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Узбекистан Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова чтобы они уже могли направленно идти в поступление в ВУЗ, который их интересует. Другой отличительностью образовательного процесса в президентских школах является то, что не учитель, а сам ученик является центром образовательного процесса, потому что в обычных традиционных системах образования учитель является центральной фигурой. В данной программе применяется специальная система, которая ориентирована на коммуникационный подход к обучению. То бишь студенту предоставляется обучение через интерактивные методы преподавания. Основная цель образования – научить студента или ученика учиться, потому что программа, которая будет предоставлена в президентские школы, не будет ограничиться только учебой данного ученика в школе, но, может быть, в дальнейшем ученик сам самостоятельно при вступлении во взрослую жизнь должен иметь навыки нахождения информации, анализа данной информации, а также саморазвитие. Как свидетельствует статистика, открытие данных учебных заведений ждали. Поступлению в них последовательно готовились. Ведь это не просто реализация амбициозной задачи, это путевка в будущее, уверены ребята. Число сдавших документы било все рекорды. В Ташкент – 5634, в Форезме – 6431, в Намангане – 7682. Конкурс составил в среднем 49 человек на место. В пятый класс и того больше – 92 человека на место. Это на самом деле очень большая возможность для нашей молодежи. Теперь наши одаренные дети могут учиться в таких современных условиях. Родители очень вдохновлены тем, что их дети учатся в президентских школах. В этих школах созданы все необходимые условия для реализации пяти инициатив президента. Дети могут развиваться гармонично. Они могут заниматься искусством, спортом по направлению информационно-коммуникационной технологии. Сейчас растет новое поколение, которое будет управлять нашей страной. И это очень своевременная и дальновидная инвестиция в наше будущее. Отметим, что в соответствии с постановлением главы государства, президентские школы в Ташкенте, Хорезме и Намангане, а затем и в других регионах, станут адресами, где созданы максимально комфортные для владения знаниями и инновационными технологиями условия. Мощный багаж получаемых знаний обеспечит система Стим. Мировая практика показывает, она позволяет одаренной молодежи еще больше развивать мышление, логику, творческий потенциал и гибкость ума. Да, в президентской школе отобраны лучшие из лучших. Те, кто, к примеру, на итоговых экзаменах смогли успешно справиться с 16 вопросами по анализу информации и способности сопоставления. 24-мя по элементарной математике и ответить на 55 тестов по английскому языку. Это высокие требования партнера данного образовательного проекта, действующего под брендом Cambridge Assessment International Education. Более того, в президентские школы Ташкента, Хорезмана, Мангана, ведущими рекрутинговыми компаниями Тичевой Канада и TIC Recruitment Великобритания, было отобрано по 11 иностранных педагогов. Принято на работу и по 20 лучших отечественных преподавателей. Они будут осуществлять образовательный процесс связки с иностранными коллегами. Я думаю, что проект президентских школ, он фантастический. Мы провели в учебных аудиториях занятия и впечатлены созданными здесь условиями. Хочу отметить целеустремленность узбекской молодежи, активность. Они находятся в постоянном поиске. Я из Новой Зеландии. Многое видел в своей практике. Но президентские школы в Узбекистане, они заслуживают особой, высочайшей оценки по широкому внедрению современных технологий и передовых образовательных стандартов. Для нас выпала честь работать в президентской школе, потому что такие условия, созданные для наших детей, для наших учеников, я, с одной стороны, очень рада, горжусь, что буду преподавать в этом учебном заведении. Но, с другой стороны, для меня это будет испытание, для меня это будет ответственность. Потому что подготовить для нашего будущего государства кадры, которые соответствуют требованиям образовательных учреждений международного уровня, для нас это большая ответственность. Значимость этого проекта в том, что президентские школы дают не только фундаментальные знания детям, но и позволяют сформироваться ребятам разносторонне развитыми личностями. Изучение точных и гуманитарных наук, искусство проводится с использованием самых современных методик. Долгие годы я работал в Ливерпуле, преподавал физику. Теперь обучаю этой науке узбекскую молодежь. Сами президентские школы впечатляют уровнем своей оснащенности и созданных возможностей для изучения иностранных языков и точных наук для молодежи, в руках которой будущее вашей замечательной страны. Важным конкурентным преимуществом данной школы станет индивидуализация в 9-11 классах учебного процесса с учетом интересов и особенностей учащихся посредством выбора отдельных дисциплин и уровней обучения. Выпускникам президентских школ, кроме документов об образовании установленного государственного образца, выдается диплом, соответствующий программу международного уровня, представляющий возможность поступления в ведущие зарубежные высшие образовательные учреждения. А гарантируется подобный высочайший образовательный уровень не только за счет инновационных технологий. Школы обеспечиваются учебниками и пособиями нового поколения от ведущих иностранных изданий. Для предоставления возможности нашим ученикам обучаться по высоким международным требованиям были заключены соответствующие соглашения с международными издательскими компаниями, такими как Oxford, Cambridge, Collins Publishing, которые предоставили свои учебные материалы. На данный момент также идет работа по подготовке симпиоза с нашим издательским домом Ухтуча, который в дальнейшем будет использован для создания адаптированных учебных материалов для использования в президентских школах. Вместе с приглашением международных экспертов мы работаем над тем, чтобы подготовить хороший кадровый потенциал из числа местных представителей. Методика, использована со стороны иностранных преподавателей, будет также полезна для наших местных преподавателей. Надо однозначно учитывать, что с точки зрения фундаментальных знаний у национальных преподавателей имеется огромный опыт, огромное знание. И в симбиозе с методикой преподавания международных специалистов должен получиться хорошая командная работа в организации образовательного процесса на высшем уровне. Поэтапно в течение следующих двух лет мы планируем покрыть весь Узбекистан. Была поставлена задача уже в следующем году открыть президентские школы в пяти других регионах, в Самарканде, в Джизайке, в Бухаре, в Кашкадаре, в Иргане. И на следующий год, через год, другие школы откроются повсеместно по республике Узбекистан. Данное образовательное учреждение принципиально отличается от других, а все потому, что четко обозначены целевые ориентиры. Это формирование учащихся чувства патриотизма и любви к родине, выявление, отборы и обучение одаренных детей, организация углубленного изучения естественных и точных наук, освоение иностранных языков, инженерных и информационно-коммуникационных технологий, внедрение современных методов обучения, оценки знаний учащихся, осуществление профессиональной ориентации и многое другое. Итак, на территории возведенных президентских школ, в соответствии с проектом, отвечающим самым высоким мировым стандартам, сформирована вся необходимая инфраструктура. Современные учебные корпуса с кабинетами, оснащенными, как говорится, под завязку, новейшим оборудованием и инвентарем. В распоряжении воспитанников комфортное общежитие, а для иностранных преподавателей – гостиница. В наличии детально продуманная спортивная составляющая. Все ориентировано на создание максимально комфортной образовательной и жизненной среды. Даже просторная столовая с продуманным, полезным для развития детского организма рационом. Список нового качества образовательного процесса и примет почти домашнего уюта можно перечислять еще долго. Родители спокойны и бесконечно рады за своих детей. Мой внук поступил в этом году в 5-е учебное заведение. Очень большой конкурс был. Я рад. Поэтому хочу поблагодарить президента нашей республики за созданные такие условия, прекрасные условия для учащихся. Хочу пожелать, чтобы они прославили в нашей республике со своим знанием, со своим открытием. Как отец, как дедушка, хочу сказать, что строящиеся в нашей стране президентские школы, которые принимают самых талантливых детей, уникальный по своей сути проект. Его реализация находится под личным контролем руководителя страны. Он называет ребят своими детьми. Глава государства сначала подписал исторический документ о создании президентских школ. Весь харизм с нетерпением ждал этого события. И проект был успешно реализован за очень короткий срок. Кстати, в каждой школе продуман еще один очень важный аспект – духовное развитие. Ведь, как отмечал президент, учащиеся помимо освоения современных знаний должны обладать высоким чувством национального самосознания. Словом, все в этом проекте говорят наши собеседники с характеристикой инновационной. Под стать динамично меняющегося Узбекистана, ставящего на современном этапе высокие амбициозные цели и последовательно добивающегося их. Истинный свет исходит изнутри человека, открывая тайность сердца душе, делая ее счастливой и согласной жизни. Озряйте путь другим, тогда и сами не останетесь без света. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok